Медициной интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом, как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. У вас будет ребёнок. Именно так мы обозначили тему нашей сегодняшней программы. Наверное, ни для кого не секрет, что рождение ребёнка – это самое главное событие для мам, пап и самого ребёнка. Но зачастую будущие родители сталкиваются с проблемами уже на этапе зачатия и самой беременности. Как же правильно подготовиться к пополнению в семье? Именно этот вопрос будет в центре нашего внимания сегодня. Долгий путь под названием «Жизнь» начинается с первого шага, который за ребёнка делают родители. Однако этот шаг не всем и не всегда удается сделать. Согласно статистике, сегодня в нашей стране не могут зачать ребёнка около 15% супружеских пар. Правда, цифра эта очень приблизительная. Оценить, какова реальная ситуация, невозможно, так как около 20% пар не регистрируют брак, а следовательно, не попадают в официальную статистику. Кроме того, часто женщины наблюдаются по поводу сопутствующих, маскирующих диагноз бесплодия заболеваний, таких как миома матки или эндометриоз – хронический воспалительный процесс в придатках матки. А многие мужчины вовсе предпочитают не афишировать проблему и не обращаются за медицинской помощью. Сейчас самое время представить гостей нашей сегодняшней программы. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у передачи «Тело человека» кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Гомельского государственного медицинского университета Юлия Анатольевна Лызикова. И врач-акушер-гинеколог-эндокринолог Гомельского областного диагностического медико-генетического центра с консультацией «Брак и семья» Татьяна Валентиновна Веремеева. А также традиционно у нас сегодня на передаче двое студентов Гомельского государственного медицинского университета, которые по мере своих знаний, которые они приобрели в университете, будут нам сегодня помогать. Это Анастасия Приходько и Николай Легеза. Ребята, давайте с вас мы сегодня и начнем. Не секрет, что сейчас в связи с развитием такой науки, как репродуктология, которая занимается изучением причин, а также методов лечения бесплодия, у врачей есть возможность оказывать помощь парам с бесплодием, применив высокотехнологичные методы, а именно такие, как ЭКО. Когда и где впервые была удачная попытка ЭКО произведена. Ну, так как мы уже обозначили о том, что проблема бесплодия может быть у супружеской пары, что требует определенных вмешательств, Татьяна Валентиновна, скажите, пожалуйста, какие основные причины бесплодия у мужчин и женщин, и к кому нужно обращаться супружеской пары в этом случае? Появление специалистов, которые занимаются диагностикой и лечением бесплодия, привело к появлению таких новых терминов, как врач-репродуктолог, врач-андролог и врач-эмбриолог. Поэтому вот эти специалисты и занимаются диагностикой и лечением бесплодия. Врач-акушер-гинеколог, он должен обладать знаниями не только в акушерстве и гинекологии, но и в генетике, и в репродуктологии, и в эмбриологии. А врач-уролог – это базовая специализация для развития такой узкой специальности, как врач-андролог. Поэтому для того, чтобы лечить супружескую пару, должна работать команда. Врач-акушер-гинеколог-репродуктолог, врач-уролог-андролог и врач-эмбриолог. Вот такая команда приводит к преодолению бесплодия и появлению на свет долгожданных детей. Причины мужского и женского бесплодия разные, их очень много. И совокупность сочетания факторов и мужского, и женского бесплодия – это где-то 20% бесплодных пар имеет вот такое сочетанное бесплодие, в котором работа команды обязательно. Ну вот часто в семье возникают конфликты при отсутствии детей, и ставится такой психологический вопрос, решается – кто же виноват? Наверное, неправильно ставить так вопрос. Более правильно, что делать? Что делать, если не получается зачать ребенка в семье? Татьяна Николаевна, давайте, наверное, уточним, что такое бесплодие. Бесплодие – это отсутствие беременности у пары в течение одного года. Только после этого срока пара может считать себя бесплодной. На сегодняшний день бесплодие принято делить на абсолютное и относительное. Абсолютное – это тогда, когда пара, либо женщина, либо мужчина, имеет какие-то анатомические нарушения, при которых беременность невозможна. К счастью, чистота абсолютного бесплодия очень редко, такие случаи очень редки. Все остальное – это относительное бесплодие, и для того, чтобы выяснить причину, необходимо обратиться к специалисту и получить соответствующее лечение. Поэтому мой совет таким парам – не терять надежды и обращаться к специалисту. Антетина Валентиновна, какие сегодня технологии есть у врачей-репродуктологов, кушеров-гинекологов, чтобы помочь паре справиться бесплодием? Кому показано ЭКО, и всегда ли с него нужно начинать, или есть другие методы преодоления бесплодия? Я хочу отметить, что в 2012 году президентом был подписан закон о вспомогательных репродуктивных технологиях. И в этом законе четко прописано, что к вспомогательным репродуктивным технологиям относятся экстракорпоральное плодотворение, искусственная инсеминация и суррогатное материнство. Если супружеская пара занималась лечением бесплодия, и это не привело к наступлению беременности, либо если наступление беременности с использованием метода ЭКО будет выше, чем при использовании других методов лечения, в таком случае супружеской паре показано экстракорпоральное плодотворение. Вот эти сроки лечения бесплодия, они четко нигде не прописаны. Но в последних руководствах указывается, что не более года пара должна интенсивно заниматься лечением бесплодия. Если это не приводит к результату, значит нужно задуматься о использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Более того, если супружеская пара уже имеет возраст 35 лет и старше, то даже такие сроки могут быть сокращены. Скажите, пожалуйста, а ведется ли статистика удачных попыток ЭКО? И каков шанс, если первая попытка все-таки была неудачна, в последующем получить хороший результат? Конечно, статистика ведется всех попыток ЭКО, всех программ ЭКО. Удачные попытки как в Республике Беларусь, так и в наших странах-соседках, так и во всем мире приблизительно процент этот одинаков. Это около 40% удачных попыток ЭКО. Каждая последующая попытка может увеличивать шанс более высокий на удачную беременность и рождение здорового ребенка. Но не во всех случаях. Конечно, если у женщины уже идет истощение яичников, если там некачественные яйцеклетки, то последующая попытка не приведет уже к долгожданной беременности. А если эмбрионы были качественные, подсажены, но не произошла имплантация, то следующая попытка увеличивает вдвое шанс забеременеть. Ну и сколько вот по вашему опыту раз привлекает, вот приходит к этой процедуре пациент? Есть женщины, которые приходят к этой процедуре и десятки, десять раз. Есть два-три. То есть это зависит уже от конкретной супружеской пары, от причины бесплодия, а также от финансового состояния данной супружеской пары. Юлия Анатольевна, многие боятся экстракорпорального оплодотворения, потому что считают, что это особенная беременность, какие-то последствия у нее. Скажите из вашего опыта, действительно ли это какая-то особенная беременность? Нужны дополнительные назначения и сам вообще способ родоразрешения при такой беременности? Да, действительно, процесс искусственного оплодотворения отличается от естественного, поэтому такие пациентки на протяжении всей беременности получают дополнительную гормональную терапию. Кроме этого, следует отметить, что у пациенток программы ЭКО, как правило, есть патология репродуктивной системы и сопутствующие заболевания, поэтому они нуждаются в тщательном обследовании. И залог рождения успешного ребенка – это выполнение врачебных рекомендаций. Как правило, способ родоразрешения для этих пациенток – это плановая операция кесарево-сечения, учитывая то, что у этих пациентов длительное бесплодие, неоднократные попытки ЭКО и также, возможно, сопутствующие патологии. Я думаю, у ребят было достаточно времени, чтобы ответить и сделать исторический экскурс в экстракорпоральное оплодотворение. Так когда же и где была сделана первая удачная попытка ЭКО? Анастасия. Первая удачная операция экстракорпорального оплодотворения была проведена в 1977 году в Великобритании. В результате была рождена девочка Луис Браун. Хорошо. Николай, что вы можете добавить? Моя коллега все исключительно точно заявила. Но хотелось бы также добавить, что в свою очередь и в странах постсоветского пространства, то есть в прошлом это Советский Союз, производились свои собственные попытки по применению ЭКО. И первые удачные попытки ЭКО в СССР были проведены в середине 80-х годов прошлого века. Ответ действительно абсолютно верный. Но нужно сказать, что уже первый ребенок, рожденный методом ЭКО, имеет своих детей, которые были рождены при естественном зачатии. Ребята, сразу же к вам еще один вопрос. Краснуха – заболевание, которое не считается серьезной проблемой, в общем-то, для любого человека в то же время, может иметь последствия для беременной женщины. Какие угрозы несет краснуха для беременности? Предположим, что беременность наступила самостоятельно или в результате ЭКО и впереди 9 месяцев вынашивания беременности. Многие женщины часто из таких лучших побуждений совершают много ошибок. Как же правильно нужно вести себя во время беременности и какие ошибки лучше не допускать? Давайте вот на конкретных, наиболее часто встречающихся примерах, ну, это и разберем. Ну, прежде всего, Татьяна Валентиновна, скажите, пожалуйста, психологически неготовность женщины к беременности, она имеет страх, что может измениться сама, страх за будущего ребенка, и это как-то тоже неблагоприятно влияет на вынашивание беременности. Насколько часто это встречается, и вот как преодолеть этот страх? Страх, наверное, испытывает каждая беременная женщина. Другое дело, насколько она его в себя впускает. И я бы, наверное, разделила эти страхи на две такие вот части. Одни страхи такие внешние, которые идут с телевизора, от бабушек, дедушек, какие-то определенные предрассудки. Это одно. Только от женщины зависит не пускать их в себя. Потому что женщина и ее ребенок – это единый гормональный организм. И все, что женщина в себя берет, все это она передает своему ребенку. Поэтому красить голову, не красить, смотреть на пожар, не смотреть – это все зависит только от самой женщины. Страшно? Выключи телевизор и не смотри это. Или не слушай то, что тебе говорят там соседки. Другое дело – страхи, которые действительно могут реализоваться. Когда женщина может иметь проблемы с беременностью, когда это неоднократные попытки потери беременности, когда это хромосомные или генетические заболевания, которые могут быть переданы ребенку. Вот здесь уже, конечно, идет работа акушеров-гинекологов, врачей пренатальной диагностики, для того, чтобы эти страхи и у беременной преодолеть, и дать ей возможность родить и выносить здорового ребенка. Поэтому пренатальная диагностика у нас сейчас на высочайшем уровне развита. И уже вот эту вот основную причину она женщине разъясняет. Ну а психологическую неготовность все-таки каким образом преодолеть? Может быть, что-то нужно сделать еще до беременности? Ну здесь тоже каждый человек индивидуален. Иногда он может быть совершенно не готов к родам забеременеть и вдруг сразу подготовиться. Если женщина курила, она сразу бросает курить, она пересматривает там свой рацион и во всем готова. То есть это все зависит от конкретной женщины. А иногда женщина может готовиться-готовиться, так сказать, показательно, а потом в результате ничего не выполнять. Ну вот как раз курение мы и затронули. Юлия Анатольевна, многие женщины сейчас курят. В то же время мы знаем о негативном влиянии курения на беременность. Многие считают, что отказ от курения – это стресс для организма, и поэтому этот стресс отрицательно будет влиять и на ребенка. Может быть, лучше не бросать курение? Мы все много слышали о вреде курения, мы все знаем, но стоит отметить, что особенно вредно курение для беременных пациенток, потому что все вредные вещества поступают в организм будущей мамы и поступают к ее ребенку. Доказано, что курение связано с преждевременными родами и рождением маловестного ребенка. Кроме этого, проблемы у ребенка могут возникнуть не сразу после рождения, например, в том возрасте, когда он пойдет в школу. В 6-7 лет могут быть у этого ребенка проблемы с запоминанием новой информации. Поэтому лучший совет пациенткам, планирующим беременность, это бросить курить сейчас. Практика показывает, что будущие мамы иногда только во время беременности узнают о серьезных проблемах своего здоровья. И в таком случае говорить уже о продолжении этой беременности становится как-то даже опасно. Вот что в этой ситуации делать? Как правильно поступать всем? Да, вы правы, во время постановки ночью по беременности женщина тщательно обследуется и часто выявляется какая-то патология. Но, как правило, с этой патологией мы успешно справляемся и лечим. В том случае, если беременность и какая-то сопутствующая патология сопряжены с высоким риском для здоровья женщины, то мы эти риски ей объясняем. И решение о сохранении беременности остается за пациенткой. Поэтому главная рекомендация – это пройти это тщательное обследование до беременности. Татьяна Валентиновна, какие еще опасности поджидают беременную женщину? И о чем нужно было бы знать до ее наступления? Ну вот, как сказала Юлия Анатольевна, самое главное, что женщина должна знать, что она не имеет соматических, то есть терапевтических и психологических заболеваний, при которых беременность и роды могут привести к опасности для жизни, даже не просто для здоровья, а для жизни как матери, так и ребенка. Об этом она должна знать заранее, еще до наступления беременности. И, конечно, о таких заболеваниях женщины знают. Они наблюдаются у терапевтов или у акушер-гинекологов. Это самое основное. Остальные причины, которые могут как-то негативно повлиять на беременность, которые мы можем предотвратить, – это инфекции. Вот та же краснуха, о которой мы спрашивали у студентов, гепатиты B, которые могут быть переданы во время родов ребенку, и женщина должна быть привита от гепатитов. Это же касается столбняка, который прививается у женщин после 16 лет, раз в 10 лет. И, в общем-то, тоже можно себя обезопасить и своего ребенка. Вот это то, что мы можем сделать. Ну и сейчас наши будущие врачи, наверное, уже готовы дать ответ о том, какие опасности для беременности несет краснуха. Анастасия? На мой взгляд, последствия в первую очередь будут зависеть от срока беременности, на котором произошло инфицирование. Наиболее опасно заражение вирусом в первом триместре беременности, так как в этот период поражение эмбриона может закончиться его гибелью, то есть произойдет так называемый эмбриотоксический эффект. Либо у плода возникнут внутриутробные пороки развития, пороки сердца, глухота, катаракта, микроцефалия и другие нарушения. Николай, у вас есть что-нибудь добавить? Да, можно немного добавить. Также часто могут встречаться нарушения со стороны крови, а именно различного вида анемии. Также встречается воспаление легких. И очень часто происходит рождение детей со снежной массой или маленьким ростом при рождении. Ну, я думаю, что наши ребята дали достаточно полный ответ. Ну, а теперь хотелось бы обсудить такую тему, как питание беременных женщин. Мы знаем, что для того, чтобы беременность протекала нормально, чтобы ребенок нормально развивался, женщина должна полноценно питаться. В то же время есть целый ряд продуктов, которые оказывают свое вредное влияние. И прежде чем мы прокомментируем, я предлагаю обратиться к тому, что говорит по этому поводу интернет, какие продукты действительно вредны для беременной женщины. Итак, среди продуктов, категорически не рекомендованных беременным женщинам, есть все продукты, не прошедшие необходимую термическую обработку, то есть сыры, яйца, мясо, парное молоко и тому подобное. В этот список, увы, входят любимые многими суши и устрицы. Далее идут продукты сомнительного качества. То есть, если до беременности вы ели консервы со вздувшейся крышкой или покупали вяленую рыбу у перехода, то в ближайшие 9 месяцев от подобного лучше воздержаться. Соль. Такая обычная пищевая добавка, как соль, также может стать причиной некоторых осложнений во время беременности. Дело в том, что соль, задерживая избыточное количество жидкости в организме человека, может приводить к повышенной нагрузке на сердце. К негативным последствиям может привести избыточное количество вредных жиров, насыщенных жирных кислот, стабилизаторов и канцерогенов. Эта фраза вычеркивает из меню будущей мамы фастфуд, жирное, копченое и прочие вкусности. Алкоголь. Только нюхать и смотреть. Инсинуации на тему «красное вино приносит пользу» – эта история не про беременность. Итог. Прежде чем что-то съесть или выпить, подумайте, стали бы вы это давать вашему годовалому ребенку. Но пока мы будем обсуждать вредные привычки, мне хотелось бы ребятам задать третий наш последний вопрос. А какие продукты полезны беременным женщинам и позволят ей родить в будущем гения? Ну, пока вы работаете, мы все-таки обсудим, насколько действительно те продукты, о которых мы только что слышали, вредны для беременных женщин. И прежде всего это сырые продукты, испорченные, соль, жиры, алкоголь. Действительно ли они настолько опасны? Весь ли это перечень вредных продуктов? Конечно, все перечисленные продукты действительно вредны для беременной женщины. Но женщина беременная должна прежде всего понимать, что ее рацион, если она питалась правильно, и он не был перегружен избыточным количеством жиров или сахара, он не должен радикально меняться. То есть если она забеременела, она должна сидеть и считать калории, сколько она там съела, сколько не съела, сколько соли, сколько воды. Питалась она правильно, не употребляла этих продуктов, так же она и продолжает питаться. Просто может быть чуть больше. Калорийность должна быть у нее, чем была до беременности. Если она не пила молоко по 2 литра в день до беременности, это не значит, что она забеременела и должна белок вот этот молоком компенсировать. То есть рацион, он должен быть максимально приближен к рациону небеременной, если он был адаптированный и, в общем-то, достаточно стабилизированный. А уж если, конечно, она пила Кока-Колу, ела сырую рыбу и чипсы на обед, то да, беременная женщина таких продуктов употреблять не должна. Ну и, наверное, вот это народное мнение о том, что кушать за двоих, это тоже неправильное мнение. Да. В общем-то, рацион беременной женщины, он настолько считался разным, так сказать, если смотреть 19-й, век 20-й, сейчас 21-й, то ее ничем не кормили, есть нельзя ни соли, ни воды, прям худей, то она должна есть за двоих, за троих и поправляться на 20 килограмм. То есть все это действительно не соответствует никаким истинам. Истина – это сбалансированное питание, которое должно быть привито ребенку с детства. Вот его с детства кормят правильно, в подростковом возрасте он придерживается такого же рациона, и в таком же рационе он вступает в репродуктивный свой возраст, и женщина планирует и становится матерью. Ну, наверное, есть такие осложнения беременности, которые сами по себе, здесь уже врач лечащий, он занимается коррекцией рациона беременной. Да, да. То есть если это должна быть коррекция, то это уже коррекция конкретно пациента и врача. И там уже рассчитывается и показывается. Если у женщины есть какие-то заболевания, тогда, конечно, это все должно быть скорректировано с врачом. И применение, наверное, разгрузочных каких-то дней определенных, но все это уже делает лечащий врач. Ну, и еще такой вопрос, очень важный прием витаминов. Юлия Анатольевна, обязательно ли для беременной женщины принимать дополнительно к питанию еще витаминные комплексы? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно оценить, какое питание получает эта пациентка, и оценить данные лабораторных исследований, чтобы оценить уровень витаминов. Но, несомненно, есть три витамина, три и микроэлемента, которые каждая беременная пациентка должна получать. Это фолиевая кислота, йод и железо. Фолиая кислота, пожалуй, лидирует в этом списке, поскольку этот витамин, он ассоциирован с снижением риска развития пороков центральной нервной системы. Поэтому пациентка должна получать его до беременности и в первые 12 недель беременности. Также йод усиленно выводится из организма у беременных, поэтому необходимо дополнительно его назначать. Но следует помнить, что иногда пациентки принимают уже поливитаминные комплексы, и в том случае, если доза йода в этих комплексах достаточная, то дополнительное назначение не нужно. Также железо назначается, может, профилактическими курсами, либо в зависимости от уровня гемоглобина у беременной пациентки. Решение о том, назначать поливитаминные препараты или нет, должен принимать врач. Ну, сейчас ребята, наверное, уже подготовили нам ответ на то, что нужно кушать беременной женщине, чтобы ребенок хорошо развивался у нее внутриутробно и в последующем у него не было проблем. Анастасия, что? Как уже было сказано, самое главное, чтобы рацион беременной женщины был полноценным и сбалансированным. Однако следует уделить внимание тем продуктам, в которых содержатся очень важные питательные вещества. То есть, в первую очередь, это лицетин. Он будет способствовать формированию хорошей памяти будущего ребенка. Лицетин содержится в яичных желтках, мясе, печени. Следующий необходимый элемент – это фолиевая кислота, которая отвечает за полноценное формирование нервной системы. Фолиевая кислота в достаточном количестве содержится в шпинате, в листьях салата, в бобах, в сыре. Также еще нужно помнить о железе, которое содержится в достаточном количестве в яблоках, в гречке. И важные также микроэлементы – это йод и цинк. Йод в достаточном количестве содержится в морской рыбе, в кальмарах, креветках, морской капусте и других морепродуктах. Ну, у Николая сейчас совсем непростая задача, потому что Анастасия очень полно ответила на этот вопрос. Но, может быть, что-то есть добавить? Да, конечно, есть добавить. Я бы посоветовал еще молодым мамам питаться в первую очередь, конечно же, натуральными и свежими продуктами, такими как фрукты и овощи. И, конечно же, для правильного развития ребенка я бы посоветовал питаться рыбой океанической, потому что она полна различными витаминами, калием, витаминами группы В, ПП, а также немаловажным элементом, как омега-3, с кислотами. Ну, и если кто-то не любит рыбу, то грецкие орехи тоже очень полезны. Ну что ж, мы получили рекомендации по хорошему, правильному питанию. Я благодарю вас за нашу встречу, за то, что вы согласились прийти. Какой самый важный совет вы бы дали будущим мамам? Прислушиваться к советам и рекомендациям вашего врача и верить только в самый лучший, в самый лучший исход беременности. Материнство – это, наверное, самое важное, что случается с женщиной. И я бы хотела сказать и посоветовать женщине ценить каждый момент и каждый день единства со своим ребенком. Это счастье. И будьте счастливы. Ну что ж, прекрасные советы. Спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Арктвен, великий американский писатель, обладающий парадоксальным чувством юмора, говорил. Единственный способ сохранить здоровье – есть то, что не любишь. Пить то, что не нравится. И делать то, что не хочется. Приверженцы здорового образа жизни могут с этим поспорить. И, может быть, будут правы. Но это будет односторонняя дискуссия. Но один факт остается неоспоримым. Для того, чтобы сохранить здоровье на завтра, нужно думать о нем уже сегодня. Будьте здоровы. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова